Сейчас спою. Клуб Оскар приглашает каждую пятницу и воскресенье с 22 часов в караоке. Для вас профессиональный ведущий, бэк-вокал, самая полная фонотека песен. Песня про зайцев. В караоке в клубе Оскар. Почувствуй себя звездой. Мамба, мамба. Без бокала нет вокала. Бронемест по телефону. Плюс 375-29-951-06-15. С января 2022 года в Слонимском районе проводятся профилактические прививки против инфекции COVID-19 детям и подросткам. Вакцинация такой категории населения против коронавирусной инфекции весьма актуальна. В первую очередь потому, что дети, имея повышенную потребность в общении друг с другом при отсутствии должного уровня гигиенических навыков, способствуют распространению опасной болезни. Рассказывает врач-педиатр детской поликлиники Юлия Мышко. Вакцинация детей поможет достичь необходимого уровня коллективного иммунитета. Ну и самое главное – это профилактика тяжелого течения заболеваний и развития осложнений. По данным Всемирной организации здравоохранения, дети, инфицированные коронавирусом, а также перенесшие его в легкой или бессимптомной форме, подвержены риску развития мультисистемного воспалительного синдрома. Это редкое, тяжелое и опасное для жизни состояние, которое возникает после перенесенной инфекции от 2 до 6 недель и характеризуется полиорганным воспалением и персистирующей лихорадкой. Кроме того, COVID-19 инфекция у детей, перенесенная в легкой или бессимптомной форме, способна вызвать постковидный синдром, который характеризуется длительным сохранением симптомов заболевания после перенесенной инфекции. На сегодняшний день, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь у 21 декабря 2021 года, возрастной диапазон вакцинируемых составляет 12-17 лет. Информированное согласие родителей или законных представителей при этом обязательно. Вакцинация против инфекции COVID-19 проводится инактивированной вакциной Verocell, производитель Sinopharm, Китайская Народная Республика. Вакцинация имеет разрешение на применение в стране производителя с 3 лет. Проведенные там исследования доказали, что вакцина обладает высоким профилем безопасности. Важным условием для проведения вакцинации является отсутствие противопоказаний, которые определяет врач, и соблюдение временного интервала не менее 6 месяцев от перенесенной коронавирусной инфекции. Противопоказана вакцинация лицам, имеющим аллергическую реакцию на один из компонентов вакцины, имеющую аллергическую реакцию на вакцинацию в анамнезе, а также лица, страдающие неконтролируемой эпилепсией и другими неврологическими заболеваниями, а также синдромом Гиена-Барре в анамнезе. Для вакцинации необходимо обратиться к участковому педиатру в детскую поликлинику с целью получения разрешения на вакцинацию, либо оставить заявку в медицинском кабинете учреждения образования, которое посещает ваш ребенок. Тогда ребенок будет вакцинирован в медицинском кабинете после предварительного осмотра врачом выездной прививочной бригады. Уважаемые родители, вакцинация является одним из наиболее безопасных и эффективных средств защиты и профилактики заболевания COVID-19. Не только потому, что препятствует развитию тяжелой формы заболевания, но и снижает интенсивность распространения вируса. Вакцинация, сделанная вашему ребенку, не только убережет его от тяжелой формы заболевания, но и родственников от угрозы заражения.